Начинаем нашу послематчевую пресс-конференцию. Ваше внимание главный премьер футбольного клуба, даже скорее команда, наверное, «Спартак-2» из Москвы Евгений Александрович Бушманов. Евгений Александрович, что вы поделитесь своим первым впечатлением, пожалуйста, о прошедшем матче? Добрый вечер всем. Впечатления первые какие. На мой взгляд, был довольно хороший матч, интересный матч, я думаю, что болельщикам понравилось. Уже команды играли в такой футбол кондиционный, обоюдно острый, что ли. И хозяева, и мы старались играть в такую игру. Но хозяев чуть лучше получилось, чем у нас. Мы реализовали на один из своих моментов. У нас, к сожалению, не получилось реализовать. Поэтому, наверное, в целом, можно сказать, что результат закономерен. Мы будем прибавлять. Будем менять дальше. В принципе, при таком количестве хороших подходов к штрафной, всего два удара стоит. Мне кажется, что у себя ваша команда практически без ворот играла. Нет вот такой проблемы? Соглашусь, да, не хватало концовки, не хватало. Было несколько хороших моментов. И у Казбола слева, там, да. Концовки не хватает. Не хватает где-то, наверное, пока. А именно в этом матче или проблема такая существует? Проблема существует какая? Проблема существует, что ребята молодые. Ребята переходят на территорию, наверное, для себя. Пока где-то с трудом, пока не все получается. Хотя по самоотдаче, по желанию, предметы никому не надо доверять. Все старались, все боролись до конца. Пока где-то не хватает качества. Евгений Александрович, а пару там, например, тройку человек из основы тянуть на помощь? На молодых. Скажем сказать, детек черноморых. Хорошая мысль, да. Но в основном есть свои задачи и у нас свои задачи. Поэтому пока играют те, кто у нас есть, молодые ребята. Еще раз повторюсь, понятно, что не хватает. Пока. Ну, я думаю, что уверен в том, что они будут прибавляться. А какое место вообще ваша команда занимает в структуре? То есть в отношении с основной командой, с молодежной командой, с системой обменок? Ну, у вас три команды. Первый – основной состав, потом идет «Спартак», потом молодежный. То есть вы старые? Ну, мы старые, да. И задача какая? Задача – готовить футболистов для первой команды. Вообще, для премьер-лифика. Для того, чтобы переходить в отзорскую футболу и прогрессировать что-то. А конкретные места выражаются? И ниже какого-то в пятерке? В «Спартак» задача есть, а и задача – стараться побороться за футболистов. Уже в этом плане не все сложилось. Важно, да. И насколько это реальность, а какую считаете? Ну, понятно, что это сложно. Надо будет стараться. Спасибо. Сегодня у Фактилов все замены практически использовал. Вы даже близкими по неконоризации считали, чтобы замены все выбрать. Вот с чем это связано? Ну, связано с тем, что у нас, во-первых, приехало только 17 человек сюда. Потому что тут травмированы. Пока, скажем так, не доукомплектованы. Поэтому и замены делали, исходя из того, кто у нас есть. И кто может усилить игру в атаке в первую очередь. Среди травмиров нападающих есть, да? Нападающих нет. Все, кто есть, все играются. Еще вопросы будут? Вопросы по нападающим. И по остроте, потому что не случайно, наверное, коллега спросил про, если светит травмирован, мне кажется ли, что эта линия недоукомплектована, острого наконечника? Я сказал, что команда недоукомплектована. Пока ситуация такая, что мы играем своим невоспитанникам. Понятно, что сложно. Будем работать, будем стараться как-то выжимать и выходить из этой ситуации. А из дубля есть? Я думаю, что все ребята, которые сейчас у нас в команде, те, кто был в дубле, скажем так, мы их всех забрали, кто может сейчас играть на этом уровне, остались там совсем молодые ребята, которые за дубль-то не играли. Поэтому сейчас у молодежки там есть проблемы. Понятно, что первый год, когда создали «Спартак-2», понятно, что есть проблемы у нас, есть проблемы у молодежного состава. Но идея создания второй команды абсолютно правильная. И я думаю, что мы пройдем через эти трудности и сложности, которые сейчас есть. И все будет нормально, все будет выстроиться эта система и будет давать свои плоды. А у вас задача выхода в ФНЛ? Задача, да, такая стоит. Почему я могу объяснить, да, почему стоит задача в ФНЛ? Потому что понятно, что основная задача «Спартак-2» это готовить футболистов для первой команды. Делать это в ФНЛ, наверное, скажем так, не проще, но там более качественный уровень, да. То есть, естественно, там играть, с одной стороны, сложнее, с другой стороны, там опять же, ближе, скажем так, ближе к этот уровень, к уровню премьер-ли, к уровню первой команды. Поэтому такая задача стоит. Скажите, вы уже наверняка у ребят какое-то мнение привез, по поводу тех, которые играли в дубли против сверстников в основном? Сейчас уже у них есть какое-то мнение с мужиками они уже? То есть, какие эмоции будут? Ну, эмоции такие. Понятно, что здесь сложнее. Они признались уже, что сложнее. Здесь сложнее, да. Понятно, что сложнее, да. Плюс, немножко так, команда у нас есть, ребята там, допустим, 92-го, 93-го года рождения, которые уже, там кто-то поиграл, там, в первом дивизионе, там, кто-то в премьер-либо выходил, да, и они готовы, в принципе, играть на этом уровне, и выделяются на этом уровне, да. А есть ребята, которые, там, еще помоложе, да, там, 94-й, 95-й год рождения, им, конечно, сложнее. Поэтому такая немножко болтанка что-то происходит, что есть те ребята, которые готовы, а есть еще те, которые можно расти. Заметно, что кто-то вот был в дубле, скажем так, катил, а здесь стушевался на взрослом уровне. Ну, я считаю, что... Или общего уровня. Пока, наверное, пока сейчас не хочу ничего говорить, потому что понятно, что сейчас для них переход на новый уровень, и так постепенно они привыкают. Я думаю, что они будут прибавлять. Будут прибавлять. Сейчас они уже так понимают, что молодежный футбол закончился. Здесь на этом уровне себя показывать. Здесь немножко все по-другому. Все быстрее, по-компактнее, по-мобильнее, по-жестче. Это нормально, нормальная ситуация. Чувствуете особый настраивание, когда приезжаете? Насколько я понимаю, в Курске аншлаг был. Там единственная трибуна заполнена. Сегодня очень много зрителей пришло. Ну, конечно. Конечно, в таких футбольных городах играть приятно, когда болельщики приходят на стилы. Для молодых ребят это дополнительная еще мотивация. Поэтому не мешает. Не мешает. Наоборот, помогает всегда. Футболистам приятно играть, когда болельщики. Тем больше, тем улучшенности. Что у вас Пашулюк в команде делает? Он вообще вот... У нас ничего не делает. Он не нашел себя? Ничего. Он не нашел? Он завтра играет. Он завтра играет. Нет. Там я понимаю, в чем. Про заявку было. Ну да, да. Ну, заявка... То есть у вас перемещаются... Увазная заявка. Они просто... Для чего это сделано? Для того, что если там, вдруг, не дай бог, какая-то травма, или что-то, чтобы могли, допустим, после травмы останавливаться, играть за «Аспартак» живого. Все. Только для этого. Понятно, что Пашулюк ты играл к самого состава. Идущий игрок. Понятно, что за «Спартак» два он играть не будет. Ну, если все нормально. Предлагаю Владимиру Васильевичу слово предоставить. Владимир Владимирович, я понимаю, что тема «Спартака» очень близка. В принципе, сегодня такое ощущение сложилось с местами, что вы пытались против «Спартака» играть его же оружие. И по позиционной... Не сделай замене. Мне сейчас матч комментируете или... Как принято или ответить? Ну, давайте матч прокомментируем. Ну, я думаю, что интересный напряженный матч был. И «Спартак» играющая команда, которая сама играет и, в общем, дает возможность другим. Это первая команда, которая попыталась играть футбол с нами. И я думаю, что для зрителей он был обоюдно интересен. В первом тайме нам много удавалось. И я так думаю, что счет должен быть где-то побольше. Хотя у наших ворот была тревога из-за того, что есть нападающий Козлов. Абсолютно, значит, вроде не участвующий в оборонительных действиях. Тренер держит его чисто на атаку. Отсюда там создавал напряжение. К счастью, нам удалось где-то пресекать это все. Думаю, что и коллективный прессинг, и такие атаки с проникающими передачами на первом тайме удались. И темп игры был достаточно высок. Если говорить о втором тайме, то он был совсем не тот, который мы ожидали. Хотя все это объективно. Начали выбывать по травмам игроки центрального звена. Сначала Комисов, позднее Машуков. Перестала так осуществляться связь между атакой и обороной. И где-то опять, наверное, наступила перестраховка. Значит, отдать территорию и играть в контратаку. Хотя мы, в общем, планировали в перерыве не садиться на свою штрафную, а встречать в зоне встречного отбора и действовать борьбу. Но, с моей точки зрения, два тайма в высоком тайме мы еще играть не готовы. А так, а так, в общем-то, и в Орле, и здесь очень хороший футбол. Особенно в первом тайме. Первый тайм был очень хороший. Владимир Васильевич, что с Антипенко? И вот продолжая тему Антипенко... А я там еще на вопрос должен ответить. А еще нет? С Партаками. В принципе, да, я хоть играл в других командах, но здесь Спартаками всегда импонировал. И сегодняшний матч, ну, как говорится, коса на камень. Да, мы тоже пропагандируем этот футбол. Поэтому, я думаю, что зрители стали довольны. Про Антипенко, что с ним, почему он не вышел с первых минут, и не сказалось ли его отсутствие с первых минут в том, что Факел играл более разнообразно, держал мяч низом, как-то не видя его там в чужую сторону. Да, не было счастья, да несчастье помогло, да. Ну, начну с первого, то что Антипенко приболел. У нас вообще по команде сейчас пошел вирус странный. Два дня всего, да. Где-то вот друг от друга там начал Фатеев, потом Тверновский, затем Яченко. И вот, значит, попал в эти сети Антипенко. Они в одном номере жили. Ну, вот со вчерашнего за сутки как бы докторам не гарантировали, что 25-30 минут он готов выдержать. Погребняк великолепно у нас сегодня справился. Своей ролью играл взорово, объемно и толково. Но у него-то тоже сил почти не оставалось. И, значит, выпустили Антипенко. А что послужило? То ли болезнь, то ли, значит, другая какая-то причина. Но травму он получил серьезную. Натрия в задней поверхности бедра. К сожалению, мы его потеряли на 21 день. Это точно. Ну, а вот то, что он с первых минут не вышел, Сухи, вы... С первых минут он не мог... Перестроили немножко, да? Ну, конечно, конечно. Был акцент сделан, чтобы больше играть внизу. Мы частенько выходили диагональю через него, когда соперник применял активный прессинг. А сейчас этих годов не было. Мы просто стали чаще менять направление атаки внизу. Пожалуйста, еще вопрос. А вы уже довольны? Вот, на первых матчах вы говорили, что стараетесь от команды добиться, чтобы не выносили мячи. Вот сегодня, несмотря на напряженную концовку, выносов не было. То есть, ребята очень спокойно выходили из обороны. Вы уже этим аспектом довольны? Здесь нельзя уже на держании играть. Есть длинные пасы и выход. Поджимаешь на первых. Всегда такое, сколько команды я не тренировал, не ставил игру. Всегда в каком-то периоде это существует. Ну, надеюсь, мы как-то этим переболеем, и у нас будет все нормально. У вас не удивилось, что у «Спартака» сегодня была вообще не «Спартаковская» игра? Нет, ну почему? Она не совсем «Спартаковская» получилась от того, что мы-то им очень серьезную борьбу в центре навязали. То есть, их трем хамам, которые ведут игру, мы им ничего свободы не давали дышать вообще. Вы же это видели. И поэтому пришлось им крестить в сторону Козлова диагоналями. Поэтому здесь нельзя рассматривать чисто одну команду. Кто против себя играет, это тоже важно, очень важно. И как? А что с Куницкого? Он очень неплохо первый тайм провел. Да, я-то ожидал сильнее. Но здесь дело в том, что у него микротравма была. Здесь верхняя поверхность переднего ведра. И, видимо, сегодня он его сгубил. Травма. Тоже можно потерять где-то в районе 20 дней. А вот выход с «Спартака» коэффициентный, это домашняя заготовка или жентрализация была по ходу? Да нет, это по ходу. Ну, допустим, если говорить про Маширкова, он добротный защитник. Но я не хотел окончательно садиться в оборону так, чтобы вообще там ничего. Поэтому, образно говоря, да, это экспром. Хотя, если что-то не пошло бы, мы бы, наверное, крутанули фланги с Калинникова влево, справа Соколов и не жалево. А у него опыт определенный есть. Но там уже дальше пошли травмы, травмы, травмы. И, так сказать, пришлось шутково выходить. Игра стала достаточно на грани. Много территорий мы им отдали. И там вот эти вот несколько необоснованных свистков рефери. Там штрафной, там штрафной. И какое-то напряжение создалось. Пришлось как-то побольше об обороне подумать. С трибуны показалось, что «Спартак» с «Спартаком» несколько нервничал. И логичным было бы, наверное, дальними ударами попробовать. Но только вот все два дальних удара. «Воребняка» и «Спартака» можно во втором тайме вспомнить. Ты-то боялись или почему? Боялись бить. Да нет. Вот эта середина. У нас была возможность там чаще атаковать со средней дистанции у Альберта. Значит, у того же Ниталия Комиксова. То есть были моменты, когда можно было на поражение. Но они такие парни затеяли. Они все хотят больше доверного. Хотя, безусловно, вы правы, не хватает ударов. Вот с этих дистанций. Это дает два варианта преимущества. Это возможность взять его сразу. Во-вторых, в следующий раз на тебя уже будут выбрасываться и оголять зону. Опять же, это все в работе. В работе. Все будем управлять в работе. Сколько работают. И всегда еще останется над чем. Всегда. На нынешнему составу многие команды в КНЛ позовите. Или нет. Комплектация закончена. Все. Все. Все позиции. До зимы, если будет какая-то рация составить, то это место того, кто сегодня. То есть, образно говоря, кто-то уходит, кто-то приходит. Так я планировал до зимнего периода 23 человек игроков и как-то стою пока на своих позициях. Но зачем набирать там, как бывало, в прошлом. За 38 или 36, не важно. Где те, кто был в команде, даже гипотетически не имели никакого шанса выйти на поль. Какой смешан. Здесь определенная конкуренция есть, хоть и не на все позиции, но присутствует. Видите, даже с крыльникова мы не можем сразу. Потому что Соколов предпочительный пока. Но это время. Я думаю, что Костя руку не опустит и будет бороться. А в целом, вот 7 матчей, 6 в чемпионате, 1 в кубке. Вы уже по столу и на месяц в команде. Как бы вы оценили? Какую оценку вы сами себе поставили в команде за этот период? Оценку мне люди будут ставить сам себе. Я всегда заниженную сторону. Это правда. А на счет 2 месяца 23 мы начали тренироваться. Даже 2 месяцев нет. Поэтому, конечно, рано вообще какие-то оценки делать. Но я могу сказать, что футболисты стали понимать, что я хочу от них требовать. Это важнее всего на данном этапе. По-всякому бывает. Где-то, я говорю, даже уже кажется, у тебя игра поставлена, все есть. И люди уверены. Бывают какие-то провалы еще по ходу. Непонятного плана. Но это становление. Это становление. Мы надеемся как-то пройти уже дальше. Сейчас с каждым матчем, с каждой победой приходит ведь такое хорошее качество, как дух победителей. Это очень важная вещь. Особенно, когда ты решаешь какие-то задачи, без него не обойтись. Поэтому надеюсь, с каждым туром увереннее и увереннее быть командой. Сегодня очень в заявку не попал. Это потому что он в контактах? Нет, потому что он плохо тренировался. И он, и Фатюшин, мне не понравилось, как они тренировались на этой неделе. Может быть, учтем. Я же не ставлю крест на них парально. Я просто хочу людям сказать, что раз вы чуть слову Филонит не подходит спустя рукава, наверное, не понимая, что тренировка это прямой перенос в игру. Я хочу, чтобы они это поняли. Не поймут, значит, это их не проблема, не мои же. Как идет восстановление тех игроков, которые сейчас воздействуют? Кузнецов, Кузнецов, Кузнецов. Кузнецов приступил к индивидуальным пробежкам. И как общаемся с ним, мы надеемся к следующей игре восстановиться. В понедельник прилетает Нитфуллин. Да, у него месяц, месячный курс, он прошел в Москве, в ЦСКА. И так как он принадлежит, ну не поэтому, там более, значит, подходящее место для восстановления. Там и домашние поддерживали, все здесь держать было. То есть он в понедельник приедет и готов уже тренироваться в общей группе. Ну, конечно, сразу в игру не воткнешь, наверное, какой-то период тренированности должен появиться, хотя бы дней 7-8. Так что рассчитываем, к следующей домашней Нитфуллин появится. Владимир Васильевич, лучший бомбардир сейчас выбрал. Гипотетически против какого соперника Факера сможет сыграть два нападающего? Такой вариант у вас вообще существует? Ну, почему нет. Хотя за основу я всегда беру три центральных полузащитника. Я кажется, вам объяснял, почему. Чтобы глобально держать не те игры в руках, а с моей точки зрения двоих мало. Или это должны, в общем-то, люди быть чрезвычайно талантливы, я имею в виду, в плане и обороны, и умения вести игру. Да, можно за счет каких-то тактических вариантов смещать флангового игрока в середину, чтобы отчисленное преимущество было в паритете. Потому что многие три полузащитники играют. Всяко возможно, но сегодня действия погребника не настолько обнадежили, поэтому не исключено, что он может спокойно сыграть в верхней тройке под нападающим. Объем работы потрясающий и он, в общем-то, достаточно обладает техникой, которая позволит ему правильно их сыграть. Два нападающих возможно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова